народ всем привет 10 серия долгожданная десятая серия проекта ювелир с нуля этот проект о том что я взял 5000 рублей взял часть потратил на оборудование часть приобрел металл и так я двигаюсь к своей цели 1 миллион рублей и хорошо оборудованная мастерская до 31 декабря 2020 года сейчас на данном этапе у нас такая ситуация с прошлой серии у нас осталось 10 тысяч 915 рублей пока я выполнял московский бит пришло три заказа первый заказ маленький это браслет парень заказал для своей девушки подарок на новый год замечательным таким камнем кварц волосатик я приобрел браслет и только пять камней выбрал которые ровные симпатичные которые можно было сделать но чтобы сделать красивый браслет это будет вставки лисий хвост и вот этот вот вот эти замечательные камни ну как я делал с перламутром будут крупные камни будет очень красиво сочетание я поставлю замок карабин дальше у меня пришел заказ от наши постоянные заказчицы из ярославля очень приятно что она заказывает ни одно уже не изделие это захотел в рамках проекта поддержать проект заказала браслет как вы думаете какой конечно же королевский лисий хвост собственно говоря поэтому я и решил взять его показать потому что очень интересно думаю вам будет посмотреть на то как это будет делаться сделали мне вот такие две проволочки одну побольше диаметра другу поменьше я чуть позже вам все расчеты расскажу и клиент заказал для своего сына видать сын боксер спортсмен московский бит цепочку также вот пришла такая проволочка и перчатку перчатки приобрел на известном сайте я не буду вам говорить это в качестве рекламы потому что вы можете вбить просто восковки и первый вот выпадет сайт вот на нем вы можете найти эти восковки вот этот вот перчаток они продаются парами я заплатил за эти восковки 150 рублей за пару это только восковки далее я отлил их вес их 1865 грамм это на 14 тысяч 800 рублей это я отдал литеечку вместе с работой и металлом по 80 рублей за грамм приобрел вот эти вот камни вот с браслетом 200 рублей и вот вот это все серебро у меня вышло сто восемьдесят семь семьдесят два грамма на 12 тысяч 200 рублей и так я начинаю действовать первым делом я конечно же быстренько сделала вот этот вот браслетик ну и буду вам периодически частями показывать как я это делаю вторым делом я смонтирую перчатки да кстати он заказал у меня одну подвеску перчатку для цепочку московский бит для сына а вторая будет продаваться если вам кому-то будет интересно также пишите я выставлю это на ярмарке мастеров там ссылка будет в описании и напоследок изюминка а точнее буду делать московский бит также вот большим мазками то есть вот такое дело процесс такой не буду заострять свое внимание потому что предыдущей серии я делал точно такое же плетение правда побольше это будет 30 грамм и обращу ваше внимание на браслет это вот королевский лисий хвост я заказал запасом проволоки хочу сделать и цепочку и браслет что с этого получится вы все увидите и так я как и говорил не буду занимать много вашего времени я заготовил заготовки на московский бит уже отжег часть я свел часть и развел пайку немножко подсниму потому что пайка это самый важный процесс и он как бы но я смотрю многих не очень хорошо идет далее я накусал колечки для переходных вот этих вот московский бит далее я сделал раскусил вот этот вот для лисего хвоста заготовки оставил кусочек для того чтобы продевать вот так вот и зацепляется наш браслет королевский лисий хвост я отложу напоследок я прям покажу как скручивать буду или грань там же получается из двух частей ну в общем не буду забегать вперед и там похоже соберу эти две перчатки что хотелось вам рассказать многие пишут вот я начал делать у меня не продается у меня нет продаж так далее на этим как раз история из жизни которая вам так очень понравилось а в 90-е годы вообще не было соцсетей ну прям вот не было и как как мы продавали у нас только работала сарафанное радио она конечно и сейчас работает сарафанное радио то есть вы сделали какому-то человеку из инстаграма или с контакте или там с одноклассника со своей соцсети и он рассказал своим друзьям своим поделился и так далее вот ваша сарафанное радио она работает гораздо быстрее нежели у нас раньше и тем не менее мы все равно умудрялись находить заказы находить заказы тоже так же первый круг друзья друзья друзей рассказали о том что вы же даже не иногда не делитесь и не рассказывайте о том что вот что вы занимаетесь ювелиркой ваш инстаграм оформлен как просто ваша личная страница даже вот возьмите моего ученика все то же самое какая-то хрень была написана название там слова пипа вообще просто офигеть и сразу понятно что человек ювелир это только сейчас я ему еще не делаю инстаграм он просто сам смотрит и смотрит на мой инстаграм и я просто ему делаю подсказки все не больше не меньше так вот займитесь своими соцсетями расскажите своим друзьям что вы делаете это что у вас получается что у вас не получается вы получите первых клиентов а первого клиента в золоте я получил очень просто мой друг рассказал своему старшему брату что у его одноклассник ювелир тот прибежал ко мне с квадратными глазами говорит друг брат сват сделай пожалуйста мне обручальные кольца не говорю конечно я сделаю до этого ведь и делал из меди и серебра просто взял прокатал шинку все он говорит через какое-то время приходит и говорит я не хочу обычные вот жена там сказал невеста сказала что я не хочу обычные надо чтобы центральную обычную то есть и как бы не из полукруга а с прямоугольного проката была сделана обручалка и посредине еще была накладка и это накладка была матового зол из матового золота мы посмотрели в немецком каталоге куэль если кто помнит поставьте лайк так вот я говорю конечно и это сделаю но как я мог сделать у меня не было ничего было только лишь его золото и я начал выдумывать я выдумывал там изгалялся как только мог но в итоге в итоге все-таки я сделал я не призываю также поступать на самом деле лучше откажитесь от заказа потренируйте сделайте а потом возьмите и либо просто предупредите человека что вы делаете первый раз и как бы качество может быть не айс это будет честнее потому что сейчас в ювелирке быстрых денег нет вот те кто ювелиры и особенно вот я смотрю пишут взрослые ювелиры да это точно что то есть быстрых денег здесь нет здесь опыт здесь доверие это все формируется годами не вместо же 23 года ребят и вы ждете вы пишете вот у тебя получается да да у меня есть опыт ну просто вот есть опыт я его с головы не могу выкинуть вот просто вот так стать на ваше место прям в ноль обнулиться и даже сейчас бы открыл бы вот и а новое создал instagram у меня уже три тысячи подписчиков три тысячи кто мешает вам все то же самое делать выкладывать фотографии делать красивые stories рассказывать о себе снимать и так далее это очень и очень и очень сложно не теряйте время прям сейчас возьмите телефон неважно какой у вас есть камера есть снимаете снимаете выкладывайте в instagram в соцсетях расскажите о себе что вы хотите стать ювелиром что это ваша мечта вы готовы на все то есть чтобы и стать и к вам потянутся заказы будут спрашивать что-то сложное или там легкая но тем не менее вы потихоньку полегоньку начнете брать принимает и раскрутитесь это вам гораздо быстрее у нас 90-х такого не было у нас хоть и был дефицит но про чтобы про вас узнали это нужны были годы или просто бегать по улицам орать я ювелир а у вас вы работаете вам времени нету поэтому ребят начинайте с мелочей почините кому-то цепочку отремонтируйте сделать там помойте почистите отполируйте кольца там это же элементарно взял бормашину отполировал если у вас нет ультразвука промойте возьмите вот обычный полонник да туда хозяйство мыло немножко мяка воду бросит туда изделия и прокипятите а потом человеку промойте щеткой уже просто грязь оттуда выйдет и вам люди скажут вау красавчик это будет эффект вау это будет то что привлечет ваших клиентов в дальнейшем и будет вас покупать и про вас будут рассказывать с удовольствием рассказывать хвалить вас и просто делиться удачи я продолжаю дальше смотрите я сделал вот плетение московский бит вот получилось такой маленькая изящная красивая но не учел одну вещь и лучше делать более туго от плавким припоем ну просто поверьте моему опыту я с ним замучился когда большое но его запаять реально любым припоем или к плавким в том числе но когда маленькая начинаешь спаивать между собой просто спаивается и все ну в общем вот я собрал вот полотно он чуть длиннее чем нам надо ничего страшного откусим лишнее зачернил все протянул через вальцы и сейчас я буду шкурить ну то есть и запилил и будешь вы шкуривать московский бетон более-менее разобрался потом будут все вместе галтовать сейчас я не вижу смысла что поставил замочки все хорошо теперь приступаю самому интересному что еще не показывал это сборка литьевой боксерской перчатки у нее остались после летела такие литники которые мы скусываем при помощи кусачку сачка раз два три далее как мы собираем мы пробуем подгонку до смотрим то есть подходит не подходит из берем присоединяем и смотрим насколько зазор большой маленький то есть вот я сейчас взял борьбу тут перчатку в руку руку и палец приложил смотрю до великоват зазор но все равно припой залить можно вот если так приложу особенно вообще все четенько получается ты сначала я запаяю вот этот палец а потом припаяю вот эту часть а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Вот спаял я, собрал две эти перчатки Одно обработаю клиенту, одна одна обработана будет лежать, продаваться Итак, смотрите, вопрос, откуда взялась вот эта вот пушка Перчатки продаются в наборе, там такая хрень В общем, они должны, по идее, две висеть вместе Но так как клиенту это тяжело, и парню молодому одной достаточно Я взял обычный прокат и прокатал через вальцы У нас они есть Кое-как там сформировал этот кусочек пинцетом, расплавил В общем, мучился, камера, кстати, не засняла, потому что забыл просто нажать Ну, спешил, тупо, сорян Ну, в общем, вот, у нас получились две такие перчатки И сейчас я просто их обработаю бормашинкой Вот она примерно вот так будет смотреться, смотрите Прикольно, хороший подарок будет Это, видать, отец сыну дарит на день рождения Ну, что, погнали Теперь пришла очередь к браслету Я собрал эти звенья, спаял как кусочки лисевого хвоста Как предыдущего, первой или во второй серии, уж не помню Нашел камни Вот проволочка, которую я соединяю камнем И вот сейчас уже все припаял, последний штрих Я беру, загнул петельку, одеваю и закручиваю Плотно-плотно Лучше сделать несколько оборотов, чтобы держалось очень плотно Оно не раскрутится уже больше никогда Далее одеваем камушек Постараемся максимально это запихнуть Вот видите И оно получается, что часть петли ушла вовнутрь И цепляем за браслет И примерно вот так у нас получается Отбелю, почернил, доработаю И будет супер отличный женский браслет Я считаю, будет отличный подарок Хорошо человек заморочился, чтобы подобрать камни Чтобы это были именно вот эти камни Тоже поискал маленько Так непросто их было найти Потом покажу в готовом виде Итак, закончил я московский бит Лисий хвост, браслет с камнями И перчатки обработал Смотрите, сейчас я вам все поближе покажу Но бы на целое время сказать расчеты Пока не запутался Итак, московский бит Основная проволока 1.3 на 3.0 Переходная проволока 0.8 на 4.4 Вес получился на 60 см 32,4 грамма Дальше Лисий хвост Вот этот вот браслет, который Ну, в принципе, я уже такой делал Но единственное, что взял ригель Не 0.8 на 2.8 А 0.8 на 2.9 Потому что, ну, как бы нужно было чуть-чуть Чтобы он посвободнее ходил Я увеличил немножко ригель Ну, хотите повторить, хотите, нет Вот 4 камня Получилось 18 см И королевский лисий хвост 1.15 на 3.6 И филигрань 0.6 на 3.6 Что такое филигрань? Я вам сейчас все подробно расскажу Итак, смотрите Пришла проволока Вот это вот 0.6 для филиграни Я его так сейчас перемотал И тщательно отожгу И пришла проволока 1.15 Вот такая вот Далее Я приобрел, не приобрел Точнее, не нашел ригель 3.6 Я заказал у токаря Вот одна такая штука вышла Стоила 300 рублей Что я с этим буду делать? Смотрите Эта проволока пришла отожженная Это которая 1.15 Но я еще на всякий случай Еще разочек отожгу А 0.6 пришла не отожженная Я сейчас эти проволоки Хорошо, тщательно отожгу Отбелю И покажу, что дальше буду делать Это, конечно, не быстрый процесс Потому что прогреть вот такую массу Это, ну, прям дорогого стоит Это надо постараться Я буду стараться И у меня другого варианта нет Оно очень долго нагревается Но потом просто наступает Такой момент, что он быстро орас И начинаешь отжигать Я начинаю греть одно место А проволока вот даже вот здесь уже нагрелась Я пользуюсь сейчас высокой теплопроводностью серебра А так на самом деле сложно ее прогревать Надо долго мучиться Покупать уже другую горелку Итак, мы подошли к самому интересному Наша задача сейчас сделать филигрань Каким образом мы это будем делать Я не нашел видео о том, как это делается То есть вот поискал в просторах интернета Я покажу вам, как делаю я Я взял просто вот самый обычный Я не знаю, какой-то гвоздь Делаю из него крючочек Для чего крючочек? В дальнейшую память Ну, примерно вот так Это не важно, просто нужен крючочек Я беру этот крючочек Зажимаю в патрон шуруповерта Далее Я беру нашу проволоку Я сейчас не буду вот отматывать всю Потом я просто буду делать, конечно, длинную За что ни пытаться зацепить Я сейчас возьму небольшой кусочек, отмотаю И покажу, как делаю я Ну, примерно вот такой Складываю пополам кончик Зажимать нужно, ну, либо в тисках У меня нет тисков Я зажму в вальцах Смотрите, у нас собралась филигрань вот такая вот Дальше мотать опасно Она просто порвется в каком-то месте Посередине, может быть, вот с краешку с одного или со второго Мы собираем и отжигаем И таким образом мы делаем несколько раз до состояния Я вам чуть позже покажу до какого Вы пока можете тоже, если вы делаете подобные вещи 0,6 проволоку Мотать в филигрань И попробовать, ну, попробовать сделать Понять вообще, что это такое Тут главное прочувствовать металл Чувствовать саму проволоку И дальше вы просто вот отжигаете Наматываете Нажимаете, наматываете До состояния такой плотной сбитой пружины Я тогда сейчас пока все вот вместе начну наматывать Потому что это не быстрый процесс Чтобы не занимать ваше время Процесс вы смысл сам уловили А до какого состояния перед намоткой на ригель Я вам покажу Ну что ж, смотрите Я докрутил Получилась достаточно плотная намотка Конечно, может быть, для филиграни она не подойдет Эта намотка Она может быть слабоватая, можно и сильнее Но для королевского лисевого хвоста Самое то, уж поверьте Итак, берем ригель И все то же самое, как с обычным хвостом Накручиваем Очень плотно, очень качественно Виток к витку Вот так должна выглядеть намотка Четенько, плотно и так далее Все то же самое мы проделываем с обычной проволокой Толстого диаметра Теперь наматываем вот обычную проволоку Все то же самое Плотненько, четенько Вот это вот так вот выглядит И теперь уже с этого мы будем собирать наш браслет Лисий хвост Королевский лисий хвост Я знаю, что это будет красивое и интересное плетение И теперь я просто раскушу эти свинные звенья И спаяю, как обычный лисий хвост, тот, который вы видели Итак, я напусал все звенья Вот они Получается вот этих ровных звеньев надо чуть поменьше Но в данном случае мы только начинаем собирать Я их сделаю две штучки Раз, два Сейчас поймете почему Этих я сделаю побольше Четыре пары сведу и пропаяю Теперь мы выкладываем на кирпич наши звенья И пропаиваем Теперь начало сборки Вот это самое интересное Мы берем, которые с филигранью звенья Разводим И так же собираем Сначала закладываем туда два звена, которые из цельной проволоки А далее закладываем два звена из филигранья Раз, два И сводим колечко Выглядит пока вот так Заводим второе парное колечко Мы же помним, что у нас все парные звенья Раз За цельный зацепили Свели И подпаиваем Итак, начало положено Теперь мы формируем первое звено Мы берем пару цельных колечко Разводим И цепляем Точно так же, как мы делали с листьевым хвостом С обыкновенным Разводим Цепляем Вот смотрите, вот таким вот образом И сводим Точно так же мы делаем второе колечко Разводим И у нас же все парное Поэтому, соответственно Вот так И пропаиваем И вот у нас получилось первое звено Все четенько, красиво Филигрань хорошо пропаянная Теперь следующее И таким образом мы делаем все то же самое Только не забываем, что у нас есть филигран То есть нам нужно чередовать Не забывать чередовать филигранные звенья И обычные звенья Ну и с ровной проволоки То есть получается два филигранных Зацепляем переходными цельными звеньями С цельной проволоки И вот так вот Вы потихоньку Вот два одели С переходным Потом перецепите Перецепите именно цельными звеньями Впереди цельные Нервничаю, чтобы успеть все к новому году Снять ролик И так далее Поэтому Столько заказов насыпалось Все соцсети обрывают Где, что новое Что с проектом Ювелир с нуля Все хорошо Никуда не делся Цели достигну по-любому И так вот Вы продолжаете Собираете Шаг за шагом Это кропотливая работа Это ювелирная работа Здесь очень много пайки В этом заключается учеба Вот я советовался Со многими ювелирами Даже вот мой приятель Александр Каш Ссылка в описании Посмотрите на его канал Он тоже рассказывает Он тоже сказал Что цепи Это база Учеба Научиться паять Ну и те ювелиры Которые действительно Что-то понимают И хотят передать знания Поделиться Они тоже так же скажут Что цепи Это базовые знания Именно в плане пайки Пайка Заготовка металла И так далее Потому что это очень важно Представляете Сколько у цепи звеньев И вы где-то Что-то там Не догрели Перегрели Что-то невнимательно сделали Все брак Вы просто выкинули Там или сделали Некрасивое изделие Отдали А потом это изделие Попадает в проект Переделка от Маргу Я делаю дальше Двигается Вот уже какой длинный кусочек Процесс идет Большие туго появятся А филиграмм Они же бегом появятся И поэтому У меня быстренько Все растет Хорошо Порошечного Такой червяк уже Вы давайте тоже паяйте Учитесь Тренируйтесь А я дальше собираю Бегом-бегом Заканчиваю Чтоб в новом году Меньше долгов было Смотрите Я собрал браслет Уже все полностью готово Зачернил его Сейчас конечно Надо будет еще Маленькой соды Потереть Сейчас его нужно Располировать Чтобы чернота Выделила рисунок Каким образом Это сделать Если сейчас Наждачной бумагой Тереть То вот этот Филигрань Она просто уйдет Получится некрасиво И на выход Приходит нам Вот такая вот штука Это бор Который продается В любом ювелирном магазине Для ювелирных Говорят, что В строительном магазине Это есть Название Не знаю Какая-то водоросли Короче говоря Они тоже по номерам Самые мягкие Вы берете Вы берете Набор машину И начинаете Просто вот Счищать чернь Таким образом Счищаете только чернь У вас остается Четкий рисунок Который вот Виден И вы Ну вот Саму филигрань Не портите Поэтому вот Рекомендую Вот такую штуку Но если у вас нет Возьмите просто обычную Наждачную бумагу И точно так же Просто возьмите Раскройте Только сильно не трите И возьмите там Например там Восьмисотую Или тысячную Чтобы не сильно Повредить Вот саму филигрань И таким образом Вы получите Такой браслет Который будет Черненный И красивый рисунок А я дальше снимаю И начну там Потом буду полировать Тоже бормашинкой И покажу вам Потом готовый результат Вот Я закончил браслет Я считаю Что это Офигенная Альтернатива Если вот Сделать Эта цепочка Это классная Мужская Стильная Цепочка Которая Ну не на каждом углу Не продается И не каждый делает Просто Есть Трудоемкая И поэтому Соответственно Ну проще Сделать обычный Лисий хвост Нежели Заморачиваться С этим королевским Итак Наша любимая Сейчас подошли Рублика Это Денюшки На остаток Последней серии На девятой серии Было Десять тысяч Девятьсот пятнадцать Рублей Получил заказ Браслет кварц Который Вот он Я выполнил Две тысячи Рублей Королевский Лисий хвост Три Семьсот Сорок Московский Бит И перчатки Девять Пятьсот Доплата За московский Бит Вот Толстую Предыдущей серии Мне Доплатили Доплатили Тысячу Семьсот Рублей Это Просто За разницу Металл Я Кстати Ошибся У меня Остался 60 граммовая Цепочка А дал 65 Потому что Нужно было Именно 65 Вот эту Разницу С двадцать Лишним Грамм Он заплатил Тысяча Семьсот Рублей И серебряный Якорь Продан Семь тысяч Восемьсот Шестьдесят Рублей Продан На ярмарке Мастеров Ссылки будут В описании Отличная площадка Причем Женщины Которая Вообще Не знает Кто я такой Кто такой Маргун Ювелир И так далее Просто увидела Красивая фотография Четкое описание И приобрела Там же был Приобретен Цепочка Блетения Витязь Одиннадцать Тысяч Шестьсот Рублей Итого Сорок Семь Триста Пятнадцать Рублей Далее Я потратил Купил Перчатки Волосковку Сто Пятдесят Рублей Отлил В серебро И отливку Я заплатил Тысяча Четыреста Восемьдесят Рублей Купил Серебро Для того Чтобы сделать Лисий Хвост Московский Бит И так далее Заплатил Двенадцать Тысяч Двести Рублей Камни Для браслета Кварц Я заплатил Двести Рублей Купил Браслет Разобрал Его И только Лишь пять Камни Оказались Остальные Бракованы То царапина То вмятина То не круглая То не отполированная В общем пять Бусин осталось Сделал четырех Один отдам На замену Мало ли там Расколется Это еще что-то Просто человек Потом приедет Я ему поменяю Пусть у него Хранится Чтобы у меня Не потерялось Я приобрел Замки Вот такие вот Карабины По двести Рублей Три штуки Поставил Значит На браслет На этот На лисий Хвост И на цепочку Московский Бит Для Под перчатки Далее Я купил Ригель Три шесть Заказал У токаря Вышло Триста Рублей Купил Болванку Он Сточил До Три шесть За Москворец Кам Рынке Помогли Спасибо Я приобрел Боры Вот То что я вам Показывал Вот эти Боры Для Где-то Второй Валяется Для того Чтобы снимать Вот черни Одну Купил Вот такого Цвета Другой Зеленый Чем Они Отличаются Говорят Зернистостью Я не знаю Кто знает Напишите В описании И они Очень силен Вообще Очень классный Сатиновый Цвет Получается Вообще Даже Мысль Такая Есть Взять Например Шапард Сделать Цепочку Зачернить И вот Просто Снять Вот Этим Сатином Такой Офигенный Вот Я попытаюсь Вам Как-нибудь Показать Цвет Такой Знаете Как Нежный Шелк Ну Мне Очень Порай Попробую Для Эксперимента Сделаю Вот Я заплатил 50 рублей За 2 штуки 25 рублей За штучку И Московский Бит Который Вот 100 граммовый 124 грамма Я делал Ну С предыдущей серии Я отдал 590 рублей За Отправку Итого Я потратил 15620 рублей У меня В кассе На данный Момент 61 695 Рублей Далее У меня Осталась Проволока Накрученная Под Королевский Московский Бит Я не стал Сейчас В этой серии Делать Не успеваю Новый год Вот так Заказов Получается 230 грамм 230 72 грамма Я все равно Закончу Этот Московский Бит Цепочку И покажу Вам ее Заказал Королевский Лисихоз Цепочку Красивую Коробочку Которая Увидеть В общем Отлить Дальше У меня Еще остался Московский Бит 60 Сантиметров 117 25 грамм 19 930 Рублей У меня К вам Прямо Предложение Действует Буквально До Нового Года После Нового Года Это Будет Уже Неактуально Я Готов Продать За 15 Тысяч Рублей Просто Хочу К Новому Году Показать Вам Чтобы у меня Какая-то Была Сумма Дальше И у меня Осталась Перчатка Вдруг Кто там Боксер Другу Боксеру Подарок Вот такая Перчатка Замечательная 3500 Рублей Весом 993 10 Грамм Сам Делал Вы же Видели В общем Вот Собственно Говоря Вот С чем Я Остался Я Считаю Что Это Неплохой Результат За Это Время Как Я Двигаюсь Правильно Неправильно Знаете Моё Мерило Это Моя Совесть Я Нигде Не Переступил Свою Совесть Чтобы Как-то Показать Себя Лучше Чем Я На самом Деле Чего Собственно Говоря И Вам Желаю Ну А На Сим Я Буду Прощаться Побежал Дальше Работать Делать Другие Заказы Всем Там Лайк Подписаться На Канал Нажать На Колокольчик Чтобы Не Пропустить Следующее Видео Постараюсь Обязательно Показать Вам Бновито Я Уже Куплю И Буду Потом Показывать Как Я Делаю Шапарды Ну Естественно Коронная Фраза Будьте Чуточку Добрее На Сим Пока